Всем здравствуйте, добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Тороплюсь, собираюсь на очередной свой рабочий день. Сегодня утро, достаточно рано. Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Днём выливал ролик по ОКР. Посмотрите, он очень важный для того, чтобы понимать, что такое обсессивно-психотенический вид невроза и о том, какой самый популярный тип невроза на планете Земля у нас есть. Это обсессивно-компульсивные расстройства. Читаю следующий вопрос. Сегодня мне в группе, точнее вчера в группе мне Вероника, Вероника, тебе привет, задавала этот вопрос, но я увидел его похожий в некоторых письмах. Привет, Лёша, много рассказываешь про неврозы, про ПА, ВСД, бла-бла-бла. Спасибо. Спасибо тебе большое. Пишет Карина. Карина, спасибо тебе большое. Расскажи, пожалуйста, о депрессии. Или о том, может ли невроз перерасти в депрессию. Вот мы вчера об этом с ребятами говорили. Итак, депрессия и неврозы. Действительно хорошая, важная, интересная тема. Рассказываю. Во-первых, для того, чтобы понять, может ли невроз перейти в депрессию, а депрессия в невроз, надо понять, что такое невроз и что такое депрессия. Это разные вещи. Они даже кодируются в МКБ-10 по-разному, и они имеют разную теологию, патогенез, естественно, клиническую картину, терапию уж подавно. Отвечая на вопрос, может ли невроз перерасти в депрессию, да, может. Только не перерасти. А теперь самое интересное. Слушайте внимательно. У нас есть три типа невроза. Истерия, неврастения и ОКР. У всех этих трёх типов неврозов могут быть вторичные депрессии. Объясняю почему. Сам по себе невроз – это драйв, это мотивация, которая сталкивается с противоречащей мотивацией. Я хочу и не хочу. Я должен, я не должен. Я могу, я не могу. Люди должны, а этого нет. Ну и так далее. Сейчас не будем об этом. Всё это вызывает вегетативные, эмоциональные, поведенческие симптоматики, последствия поведения. Так вот, Карин, отвечай на ваш вопрос. Может ли быть депрессия и как это работает? Депрессия – это… Я попробую тебе просто объяснить. Депрессия – это логическое и естественное последствие твоего бездействия плюс твоего обесценивания определенных обстоятельств в жизни. То есть, мы говорим примерно так. Ты выбираешь депрессировать, потому что ты смотришь на определенные вещи негативно и интерпретируешь определенные вещи негативным образом. И ты выбираешь не ездить, не ходить, не интересоваться, избегать. Ты выбираешь обесценивать определенные вещи, изолируя себя от разнообразия опыта, от разнообразия поведения. Изолируя себя в некий вакуум, ты создаешь депрессивную среду. А теперь смотри, как это происходит с неврозами. Человек сначала заболевает, допустим, тревожнофобическим неврозом или неврастенией. И он начинает изучать свои симптомы, избегать улицы, друзей, секса, контакта, знакомства, разных опытов. И ввиду этого затяжного избегания естественным образом формируется депрессия и апатия. Потому что человек изолирует себя, сжимает свою жизнедеятельность до фактически физиологических норм. Любой человек, который начнет изолировать себя от разнообразия опыта. Помните, я показывал в вебинаре по депрессии вот эту палитру? Вот эта палитра, это и есть профилактика депрессии или терапия депрессии. Когда мы можем обладать совершенно различными опытами, которые дают нам краски жизни. Вот невроз, тревожнофобический, вызывает как раз избегание всевозможных опытов. Мы замыкаемся, мы изолируем свою жизнь и вследствие чего вторично приобретается депрессия. Поэтому стратегия терапии, Кристина, тут какая, Карин, простя? Сначала мы работаем с невротической структурой, делая тебя более гибкой и более рационально смотрящей на определенные вещи, вследствие чего мы начинаем интроэцировать внутри твоего поведения новые поведения, новые опыты, новое мировоззрение, новые дела, новые проблемы. И твоя депрессия тоже, естественно, заканчивается. То есть, тревожно-депрессивное расстройство невозможно вылечить, не поменяв отношение к обстоятельствам и не впрыснув в твою жизнь новые дела. Могут задать вопрос. Я впрыснул новые дела, но мне по-прежнему так же все хреново и неинтересно. Верно. Ты впрыснул новые дела, например, пошел в спортзал или еще там что-то, что-то, но ты не изменил изначальное отношение к этому. Объясню. Это гаджет. Это телефон. Представьте себе, что у этого телефона сбой программного обеспечения. Смотрите, что происходит. Сбой программного обеспечения – это невроз. Депрессия – это то, когда программы или приложения внутри вашего телефона вам больше неинтересны, и они все пройдены. Ничего нового. Смотрите, что надо сделать. И чем занимается психиатрия или фармакология. Задача терапии заключается в следующем. Чтобы избавиться от невроза, вам надо перезагрузить и перепрошить систему, чтобы сбоев не было. А чтобы избавиться от депрессии, вам надо установить новые приложения и начать в них играть. И пользоваться ими. Если ты познакомишься с новым парнем, пойдешь в тренажерный зал, еще что-то будешь делать, и попытаешься загрузить их на заведомо глючный телефон, у тебя эти приложения будут работать с глюками. И ты будешь говорить, блядь, что это такое, все нихуя не работает. Естественно. Потому что ты не изменила то, куда ты загружаешь. Поэтому ты можешь обзагружаться новыми мужиками, новыми шмотками и так далее. Если ты смотришь по-прежнему, по-старому на людей, например, у тебя истерический невроз, и ты требуешь от людей любви, такой, какой тебе нужно, и не воспринимаешь их, ты не сможешь исправить проблему. Любые приложения, загруженные на неправильную операционную систему, будут давать сбой. И ты будешь психовать, нервничать, депрессировать. Поэтому стратегия терапии, Карин, сначала мы меняем твой взгляд на мир, перепрошиваем и перезагружаем твою системную программу, и затем мы тогда, естественно, обязательно устанавливаем тебе новое приложение внутрь. Ваш Алексей Крайсиков, канал Невроза Мегаполиса. Я надеюсь, что вы поняли, как неврозы и депрессии можно объяснить на простом примере. Гаджеты и системных примерах. Скоро будут еще новые ролики. задавайте вопросы. До встречи. Пока. Продолжение следует...